Всем привет! Сегодня поговорим о воссоединении семьи после долгого расставания. Смотрите, с 24 февраля, когда у нас в Украине началась война, огромное количество пар пришлось расстаться. И некоторые уже начинают воссоединяться, некоторые ещё до сих пор остаются в позиции расставания. Это тоже очень сложно, но про пары, которые до сих пор живут в расставании, мы поговорим в следующем видео. А сегодня я хочу рассмотреть вот такую тему, как воссоединение семьи, потому что на данный момент это тоже становится таким очень острым моментом. Вот я с начала войны, да, я давно не записывала видео, очень за вами соскучилась, поэтому возвращаюсь. Вы также можете писать свои вопросы, вы можете писать мне в личку. Есть такие вопросы, на которые можно ответить вот так вот своим экспертным мнением. И иногда этот вопрос закрывается, то есть клиент остаётся доволен, невзотно идти на терапию. Но если вам нужно на терапию, также вы можете написать свой вопрос, вы можете написать свою ситуацию. Я уже увижу и скажу, что да, здесь можно ответить просто, а здесь вот вам welcome, приходите на терапию, поработаем. И это тоже очень важная цена, начинать заботиться о себе. Так вот, есть пары, которые до сих пор ностаются на расстоянии, да, а есть те, которые начинают уже постепенно воссоединяться, то есть восстанавливать свою семью. А как это происходит? То есть или у мужчин появляется возможность выехать к своей семье в Европу, или женщины с детьми возвращаются уже домой, в семью, или где они там нашли новый дом на территории Украины. И это очень важно, потому что в этот момент происходит с одной стороны очень много радости, а с другой стороны очень много конфликтов новых. И почему происходят конфликты? Потому что, смотрите, с 24 февраля, когда началась война, вот такая огромная, это был массовый шок. Вы знаете, когда происходит маленький шок, это одно состояние, а тут был массовый шок. То есть наша вся страна была в шоке. И вот эта шоковая энергия, она была вот так вот просто, говорится, распределена, как грипп, на всей страны. И после шока наша Личность уже никогда не будет прежней. То есть у нас у всех происходят какие-то изменения. У нас во время шока появляются новые привычки. Кто-то начинает по-другому мыслить, кто-то начинает по-другому вести быт, кто-то начинает… Тут элементарно, да, вот задумайтесь. Раньше мы по одной привычке относили к своим вещам, а сейчас по другой привычке. Сейчас мы уже начинаем думать о том, что будет на всякий случай в тревожном чемоданчике, что будет на всякий случай там ещё где-то, какие вещи действительно важны или не важны, какие вещи можно вообще перебрать и отдать нуждающимся людям. То есть уже опять же совершенно новая стратегия мышления по поводу вещей, по поводу других каких-то предметов. Раньше у нас этого не было, мы себе вообще по-другому жили. И я это к тому… Это как пример правейший к тому, что у нас огромное количество каких-то маленьких таких нюансов изменились. Также очень важный такой интересный момент. Женщина, которая, например, жила в Европе одна или только с детьми, она уже привыкла каким-то определённым образом вести свой быт. То есть она привыкла, что вот я работаю там себе или, например, вот таким образом веду быт. И она тоже очень быстро привыкаешь к этому, что, например, мужа нет рядом, то есть ты уже отвыкаешь ему готовить ужин, ты его отвыкаешь убирать, отвыкаешь там уже привыкаешь стирать меньше количества вещей или ещё что-то. То есть оно кажется, это банально, но к этому реально всему привыкаешь. Ты привыкаешь, что вот всё, что где-то там ты поставил, там ещё что-то, только ты и ставишь, там ещё что-то. И также привыкает к этому мужчина. То есть многие мужчины, которые остались тоже в стране и жили всё это время сами, они тоже привыкли к такому более холостяцкому образу жизни, когда он себе там мог что-то кинуть, не умирать, мог потом типа, ой, потом как-то разгребу, там ещё чем-то там заниматься. Ну и кто-то наоборот там всё себе по полочкам раскладывал, у кого-то могли привычки поменяться. И вот что интересное происходит, когда пара посоединяется, у них начинается конфликт. То есть вот это теперь мы так делать не будем, вот это делается вот так, а вот это теперь вот туда пойдём. И они начинают часто сталкиваться на своей территории с тем, на что у них поменялись уже очень сильно взгляды. То есть они уже изменились, у них поменялось мышление, поменялись привычки, поменялись бытовые какие-то вопросы, поменялись ценности. И они начинают сталкиваться с друг с другом в каких-то таких элементарных простых вещах. И это, с одной стороны, кажется глупостью, а с другой стороны, это проблема, потому что когда пара воссоединялась, им обоим казалось, что они будут жить как раньше. Вот знаете, это сейчас массовая такая иллюзия в стране, что вот когда всё закончится, мы будем жить как раньше. Или когда мы вернёмся, то есть воссоединимся, мы будем жить как раньше. Как будто всё будет как раньше, как раньше, как раньше. И оно как раньше не всегда получается. Иногда уже вообще и нереально вернуть ту жизнь, как была, как раньше. Поэтому в какой-то степени нужно задуматься о том, как построить новую жизнь, как сейчас создать что-то новое, как сейчас начать строить какие-то новые совместные привычки. Потому что вот этот процесс воссоединения, вы сейчас оба находитесь в таком, с одной стороны, радости, привкушении, что вот мы вместе, вот так вот всё теперь хорошо, а с другой стороны, вот встретились уже немножко такие два других человека, и важно опять познакомиться. Поэтому если говорить уже про советы, про то, что делать, важно действительно начинать знакомиться. Потому что одно дело, вы общались, но когда вы общались, не каждый друг друга из вас рассказывал про какие-то такие вещи, которые мы не замечали. А многие привычки, которые у нас изменились, мы их вообще не замечали. То есть вот оно в себе просто как-то вошло в наш быт, и вот как-то стало нашим новым теперь образом жизни. А как это случилось? Что изменилось? Как вот это оно всё повлияло? Не знаю, непонятно. Никто теперь на это не обращает внимания. Оно как будто раз, и всё стало частью новой жизни. И важно в этот момент начать знакомиться. То есть рассказать друг другу, какие появились новые привычки, почему появились. Начинайте обращать внимание, то есть вот смотрите, да, как оно происходит. Вы живёте, ходите по своему пространству, раз, заметили что-то такое, оно у вас прям сразу. Вот сядьте, прежде чем истерить, бросаться на человека или там начинать его учить, рассказывать, как выгодно или правильно, неправильно. Расскажите, вот смотрите, знаешь, а я за всё время, которое вот жила там одна или жил один, вот обратила внимание, что вот эту вещь выгоднее там вот так вот так вот, или это вот удобнее тут и тут ставить, а вот это вот так и так. То есть коррективно, вот начинайте знакомиться с друг другу, рассказывайте, а как у вас было, а что понравилось, а что бы хотелось забрать. То есть как будто делитесь своими вот такими новыми нюансами бытовой жизни. Это раз. Во-вторых, очень выгодно вот начинать воссоединение вот как раз вот такой позиции романтики, потому что многие люди, есть вот такое ощущение, вот я вижу на консультации, потому что с начала войны вот я немножко ушла в тень, да, перестала записывать видео, но я продолжаю вести терапию, продолжаю консультировать людей отдельно, пары вместе. Есть такой момент, когда, ну чаще это у женщин происходит, когда вот они восстанавливаются, а она такая вся уже как бы холодная, то есть опять вот вроде бы соскучилась, вроде вот давно не виделись, а вот опять какой-то такой начинается этап, как будто мы заново, то есть надо привыкнуть телами друг к другу, надо опять привыкнуть, что мы вместе спим, надо привыкнуть опять, что у меня секс с тобой, там ещё какие-то моменты. Мужчинам в этом плане проще, он давно её не видел, он соскучился. А вот некоторые женщины, им важно вот этот пройти этап ещё адаптации, подготовки. И это тоже на данный момент является проблемой, потому что женщина говорит, ну подожди, как бы мне надо, ну опять привыкнуть, да, что-то есть, что мы вместе. И это ещё имеет значение, насколько тёплые и близкие отношения были у вас на расстоянии, то есть насколько вы сумели на расстоянии ещё больше сближаться, учиться поддерживать друг друга, импонировать, насколько чувствовать эмоции друг с другом, насколько вы научились общаться на каком-то таком другом, более тонком, близком вот таком контакте. И люди, которые продолжали всё равно, там где-то вот были разногласия, где-то вот остыковки, где-то замалчивали, ещё что-то, то есть между ними иногда происходит вот это всё равно состояние, ну такое вот чувство, как будто мы немножко отодвинулись, немножко отдалились, и вот всё равно есть какое-то уже теперь расстояние, которое нужно пройти сблизиться, поэтому тоже очень важно пройти момент воссоединения через романтику, через вот такой близкий больше контакт, что опять походить на свидание, походить вместе погулять, подержаться за руку, сидеть вместе, посмотреть кино, вот начинать телами, вот постепенно тоже вот сближаться, 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 начинать друг друга вот трогать, контактировать, гладить, чаще обниматься, подходить вот, прикасаться к друг другу, это очень важно и ценно, потому что нам важно, чтобы мы вот телами тоже начинали друг к другу привыкать, то есть нам важно, чтобы наша голова привыкла теперь опять к другому быту, к тому, что вот мы теперь уже вместе, и теперь мы опять занимаемся какими-то вещами вместе, и важно ещё приблизиться телами, то есть начинать привыкать, что вот человек рядом, я опять привыкаю к ритму жизни, к тому, как вот даже элементарные ритмы жизни, да, во сколько мы ложимся спать, во сколько просыпаемся, я скажу огромное количество, в Украине с ритмами жизни произошли кардинальные изменения, кто-то спит без проблем, кто-то по ночам не может уснуть, у кого-то ещё что-то, то есть очень сильно изменились разные такие вот ритмы, даже в таком вот, в таких привычках, как сон, у кого-то поменялось питание, тоже теперь поменялись вкусовые качества, там ещё что-то, вот я даже заметила, я во время войны, ну вот, не помню, где-то с весны, начала кушать голубику, и она мне прям очень-очень вкусная, раньше я вообще не могла её есть, и она мне казалась какой-то не такой, не очень вкусной ягодой, а сейчас вот, и даже, не знаю, вот резко она мне захотелось, вот просто начала на неё смотреть, и мне захотелось её попробовать, попробовала, так я думаю, боже, она такая вкусная, почему раньше она мне казалась такой вообще отвратительной, вот непонятно почему, что-то произошло в голове, что-то изменилось, почему-то поменялись даже вот вкусовые качества по поводу каких-то таких моментов, и это тоже важно исследовать, тоже важно задавать себе вопросы, а что теперь нового ты любишь, а что для тебя сейчас является более вкусное блюдо, а что сейчас больше всего хочется, вот это тоже момент важно исследовать, изучать, потому что как раньше не получится, как раньше будут скандалы, как раньше будут конфликты, потому что вы не такие, как раньше, и сколько бы вы не хотели и друг друга обмануть, и себя обмануть, как раньше уже не будет, поэтому учите строить свои отношения заново, и это на самом деле даже прекрасно, потому что у вас сейчас есть просто шикарная возможность в вашу пару нести новые привычки, может быть, те, о которых вы раньше мечтали, может быть, те, которые раньше вам казалось, что не, ну с ним этого не будет, не, ну только не с ним, или нет, она не поменяется, она этого делать не будет, вот сейчас самое идеальное время, не упустите его, сейчас как раз то состояние, когда вы можете вот в этом состоянии воссоединения, вот в таком периоде новизны, внести в вашу пару как раз вот всё, о чём вы мечтали, или что может быть появилось у вас в потребности за это время, пока вы не были вместе, поэтому желаю вам счастливейшего воссоединения, пары, которые ещё не воссоединились, я желаю вам побыстрее воссоединиться и быть уже вместе, рядом, и проживать какие-то моменты, и вообще просто вести бытовую жизнь уже вместе, на данный момент оказалось это тоже очень шикарной такой и очень значимой ценностью и какой-то степени роскошью, когда вот есть возможность быть рядом, быть вместе в безопасности, когда всё хорошо. Всем я желаю нам, естественно, мирного неба, конечно же, я желаю нашей стране победы, и она уже случилась, и она будет ещё в будущем, поэтому также пишите ваши вопросы, задавайте какие-то более важные, точечные, вот даже, например, по состоянию воссоединения семьи, пишите, какие у вас возникают конфликты, какие у вас возникают какие-то сопротивления, и это будет очень важно и ценно, потому что я уверена, что этот вопрос волнует не только вас, а волнует огромное количество людей, поэтому давайте помогать друг другу и двигаться к победе вместе. Всё, до скорой встречи, обязательно ставьте лайк на моём канале, подписывайтесь, если вы ещё не подписались, и до скорой встречи!